Наталья, здравствуйте. Пятый юбилейный конкурс Starflower совпал, увы, с непростой эпидемиологической ситуацией. Однако какие положительные моменты дало его проведение в онлайн-режиме? Сам проект и форма проведения, в которую мы по итогу пришли, оказалась очень яркой и интересной. Мы не остановились на приеме заявок в закрытой форме обсуждения и только объявлении результатов, причем в закрытой форме. Мы сделали проект именно с прямой трансляцией на канале YouTube. И получилось, что те формы взаимодействия живого контакта, они у нас остались. Ребята присылали свои заявочки, видеоматериалы, а в эфире ведущие всех объявляли. Мы делали прямые включения, включение из 15 стран. Был живой эмоциональный контент. Как ощущали себя в новом для них формате юные конкурсанты? Все мы живем ощущением живого звучания, видения, живого исполнения на музыкальных инструментах. Это осталось. Но для детей, как я поняла, это было очень естественно и комфортно. Наталья, возможно, для тех, кто впервые услышит о конкурсе, возможность участия в нем предоставляется всем, либо только профессионально, кто занимается музыкой? Мы принимаем заявки от всех ребят. Но у нас есть, конечно, два этапа, когда ребята присылают свои заявки. Те, кто начинает, и уже известные наши исполнители, мы смотрим, отслушиваем. Если это действительно интересно сделанные произведения, хорошая работа, мы даем такой шанс. Потому что всегда где-то нужно начинать. И когда ты начинаешь и видишь исполнителей с других стран, когда ты видишь уровень, ты всегда знаешь, к чему можно стремиться. Как расширилась география к пятому конкурсу? Для нас появилось две новых страны, в которых ни разу не участвовали. Это Боснинг-Герцеговина и Филиппины. То есть вообще у нас 30 стран за 4 года. Однако, возможно ли в полной мере оценить участников дистанционно? До момента проведения конкурса я, наверное, сказала бы вам нет. Но проводя проект, я понимаю, что возможно. Ведь многие проекты в свое время существовали в таком формате. И мы все смотрели их выступления в телевизионном. Мы все проекты смотрим в телевизионном практически записанном формате. Да, конечно, они поют вживую там. Это нужно отдать должное. Но в данной ситуации мы поняли, что есть нюансы. И делая, например, следующий проект, мы себе так сказали, делая следующий проект, мы должны прописать некоторые правила для того, чтобы все находились в равных условиях. Для того, чтобы это было живое исполнение здесь и сейчас. Для того, чтобы это не было запись с другого мероприятия, либо сделанное в студии. То есть жюри это все видели, это все слышали. И мы уже составили некоторые негласные правила, которыми будем руководствоваться дальше. Старфлаус – это не только площадка для соревнований, но и обучающая платформа. А как в онлайн-режиме проходили мастер-классы? Была встреча с директором Славянского базара Глебом Александровичем Лапицким, где он поделился своими впечатлениями от выступлений наших участников. И у нас еще была встреча с членами жюри, где каждый мог узнать результат своего выступления, получить рекомендации. То есть мы провели такие интересные прямые включения для того, чтобы можно было восполнить информацию между оценкой и получить обратную связь. И что еще интересного произошло, мы сделали проект «Мир глазами детей». Это конкурс рисунков. Кстати, будет выставка 1, 2, 3 июня. Для детей, которые только-только вообще пробуют себя в этом направлении, уже стать участниками выставки – это, конечно, большое достижение. Наталья, спасибо. И надеемся, что через год мы будем приветствовать участников конкурса «Старфлаус» уже на концертных площадках Минска. Минска.